Еще раз спасибо за представленную возможность выступить в этом зале, перед коллегами. Я думала о том, что необходимо поговорить про организацию палеоативной помощи в стране, о том, какие у нас есть возможности. Но вот мне, учитывая наш день, он сегодня будет складываться из двух частей. И во второй части нашей встречи, после двух часов, мы хотим поговорить о качестве жизни онкологического пациента, вообще о качестве жизни. И мы планировали пригласить, пригласили разных спикеров из разных областей науки, деятельности, общественной деятельности, которые обсудят и поговорят, подумают о том, что же такое качество жизни онкологического пациента. И поэтому я думаю, что мне бы сейчас хотелось именно вот как-то вот начать именно в таком ракурсе беседовать. И я бы хотела поговорить именно о палеоативной помощи онкологическим больным. И не столько про организацию, сколько про ее особенности, которые есть, и которые мы с вами уже столкнулись в работе с которыми, которые вызывают некоторые сложности, и есть у многих свои наработки. Палеоативная помощь по определению Всемирной организации здравоохранения имеет такое широкое понимание. И определяет палеоативную помощь как подход, подход, который способствует улучшению качества жизни пациента. Причем не только пациента и его семьи за счет уменьшения тягостных симптомов, прежде всего оккупирования боли. И обратите внимание, здесь вопрос о том, что точные оценки лечения боли и других страданий, физических, психологических и духовных. Это определение Всемирной организации здравоохранения. В нашем 323-м федеральном законе... Не перелистывается у меня. В 323-м федеральном законе палеоативная медицинская помощь определена как комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и других тягостных симптомов. 32-я статья. А в 36-й статье определены условия... В 36-й статье дано определение, как комплекс медицинских вмешательств, и дано определение условий, в которых эта помощь должна оказываться. В амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в стационарных условиях. И важным моментом является обученными медицинскими работниками, то есть которые прошли обучение по этому виду помощи. Кроме того, 323-й федеральный закон выделил палеоативную медицинскую помощь в отдельный вид медицинской помощи. Собственно говоря, с 2011 года вот тот самый бурный рост палеоативной помощи, развитие палеоативной помощи, выход новых нормативно-правых документов, которые мы с вами видим, такое повышенное внимание к палеоативной помощи, определенный главный специалист, определены главные специалисты субъектов Российской Федерации. Вот этот толчок как раз и дала эта 32-я статья, которая определила новый вид медицинской помощи. Мне бы хотелось немножечко поговорить об уровнях оказания нашей помощи, каким образом и в каких условиях она может оказываться. Важным моментом, который выделено во всех странах, которые имеют более развитый уровень палеоативной помощи, начали они развивать его несколько раньше, чем в нашей стране, палеоативный подход. То есть некая интеграция основ палеоативной помощи, знаний о палеоативной помощи, философии палеоативной помощи в другие виды медицинской помощи. Причем эти основы специалисты изучают, находясь еще в институте, в каких-то первичных своих переподготовках. То есть базовый уровень, который закладывается специалистам для того, чтобы те фармакологические и нефармакологические подходы к пациентам палеоативного профиля они могли применять в своей работе. Есть такое понятие, как базовая палеоативная помощь. Причем ее оказывают специалисты первичной медицинской помощи. Те, кто лечит, и те, кто лечит пациентов с угрожающими жизнезаболеваниями. При наличии у медиков хороших базовых знаний. Причем у наших коллег вот этот уровень образования базовый, он в ординатуре, то есть в поствузовском образовании. И проходят его специалисты, онкологи, неврологи, семейные врачи, которые в роду своей деятельности чаще встречаются с этими пациентами. Ну и, соответственно, третий уровень – это такая специализированная палеоативная помощь, которая осуществляется именно командой людей, специалистов, которые обучены этой видой помощи. И врачи, и медицинские сестры, социальные работники, психологи – все направлены на единую работу с пациентом и его семьей. 15 мая 2015 года Минюстом был утвержден приказ, два приказа об оказании палеоативной помощи взрослому и детскому населению. Хочу обратить ваше внимание, 187-й и 193-й приказ. Год прошел с момента их выхода, но мы уже понимаем, что некоторые вещи необходимо сюда добавить, некоторые вещи, как показались нам в течение этого года, требующими коррекции. И мы сейчас активно с профильной комиссией всех главных специалистов субъектов обсуждаем те моменты, которые необходимо внести и необходимо поправить в этих приказах. В пункте 6 приказа 187 для порядка оказания палеоативной помощи взрослому населению определена группа пациентов, которым эта помощь может понадобиться. Пациенты с различными формами злокачественных на образование – это те пациенты, о которых сегодня хотелось бы поговорить. Но обратите внимание, тут и другие заболевания, которые не являются злокачественными, но потребность значительная, это практически такая же, как у онкологических пациентов. Я хочу вам представить данные, которые представлены в глобальном атласе палеоативной помощи в конце жизни. Это Всемирная организация здравоохранения, опубликовала их в 2014 году. Атлас отражает все, он есть уже на русском языке, он отражает все стороны палеоативной помощи. И образование, и статистику, и возраст, и модели организации помощи, и уровни оказания палеоативной помощи, которые на 2014 год, по данным за 2011 год, Всемирная организация здравоохранения дала как уровни развития каждой страны. Ну вот теперь поэтапно. Вот обратите внимание про онкологические заболевания. Только 34% пациентов, нуждающихся в палеоативной помощи, страдают онкологией. То есть основной процент больных, которым нужна палеоативная помощь, это пациенты с сердечно-сосудистой недостаточностью. А онкология 34% и дальше мы с вами видим уже значительно меньше процентное соотношение. Если говорить про нашу страну, то буквально еще до прошлого года основная масса людей, которые получали палеоативную помощь хоть какую-либо в хосписах или отделениях стационарных, палеоативных или на существующих выездных службах, были только онкологические пациенты. Сейчас буквально за последние два года мы видим настолько массивный рост тех показателей, которые говорят об обслуживании пациентов неонкологического профиля, которые мы понимаем, что мы выходим на те же самые цифры, потому что болеют все примерно люди одинаково, стареют одинаково, и во всех странах этот процент соотношения примерно равен. Так что у нас сейчас 34%. Вот что по возрастным группам. Статистика потребности в палеоативной помощи в конце жизни по возрастным группам. Пациенты старше 60 лет – это основная масса больных, это 69%. По докладу Всемирной Организации Здравоохранения тот же атлас. Вот в этом атласе отражена потребность палеоативной помощи, которая определяется как примерно 377 человек на 100 тысяч взрослого населения и 63 ребенка на 100 тысяч детского населения. Причем по разным странам там цифры варьируют, но средняя такая. Все зависит от уровня развития страны по разным показателям. И чем выше уровень развития страны, тем большее количество людей лечат, но потребность в этих странах, соответственно, меньше. Таким образом, если взять разные наши субъекты, мы сделали примерный анализ потребности, у нас примерно та же цифра и получается. Это в среднем около 37% от вообще умерших людей. Если мы возьмем вообще общее количество умерших людей за прошлый год, 37% из них нуждались в той или иной степени в получении палеоативной помощи. Таким образом, количество людей, которые нуждаются в Российской Федерации, вот 360-460 на 100 тысяч населения, из них 200 человек с онкологией, 150 с незлокачественными заболеваниями, 12 человек с СПИД-ВИЧ. Таким образом, 37% всех умерших в мире нуждаются в палеоативной помощи. Получается, что это примерно каждый третий из жителей России, которые умерли в прошлом году, страдали от длительного заболевания или нуждались в палеоативной помощи. И среднее время наблюдения около 6 месяцев. Вот это глобальный атлас, о котором я вам сейчас говорю. Так вот, он выделил уровни развития палеоативной помощи в разных странах. И на 2011 год наша страна рассматривается в группе 3А, страна, в которой единичное развитие активности по палеоативной помощи, высокая роль благотворителей, ограниченный доступ к морфину, ограниченное количество палеоативных отделений, Ангола, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Молдова, Россия и Эфиопия. К сожалению, атлас вышел в 2014 году и только последние данные 2011 года. Я думаю, что эти изменения, которые произошли у нас за последние годы, дали бы какие-то другие цифры, потому что в анализ включались даже количество публикаций в СМИ о палеоативе, внимание и общество, количество участия в конференциях, количество обученных людей, публикаций в научной литературе. Так что я думаю, что мы идем в правильном направлении. И у нас наращивание происходит. Вот как оно выглядит, это наращивание. Количество палеоативных коек увеличилось с 2012 года, вот с того самого года, который был первый от начала, который делал анализ Всемирной организации здравоохранения, увеличение практически в 6 раз. Таким образом, обратите внимание, общее количество хосписных коек за 2014-2015 год, тут всего на 100, но по сравнению с 2012 годом, на 1000 коек увеличение количества хосписных коек, то есть онкологических коек. Общее количество коек сестринского и палеоативного ухода, мы говорим о... И такова позиция, то есть эти коеки не только для неонкологических или онкологических больных, это такие смешанные коеки, на которых могут и должны получать помощь люди разных нозологических форм. Единственное, что должна быть доступен и качественный уход, и лицензия на палеоативную помощь, и доступ к обезболивающим, к всем необходимым лекарственным препаратам. Вот такое у нас изменение в количественном соотношении. Обратите внимание на коеках, хосписных коеках. 2014-2015 год у нас на 200 человек меньше в 2015 году, чем в 2014, но вот такое увеличение количества пациентов на койках не хосписных, а палеоативных вообще. То есть мы говорим о том, что практически в два раза за 2015 год у нас пациенты были пролечены на койках палеоативного профиля. Количество умерших пациентов. Несмотря на то, что количество пролеченных в стране за 2015 год меньше, количество умерших пациентов на хосписных койках, то есть онкологических пациентов – 9215. То есть если мы знаем с вами смертность от онкологии за 2015 год, то мы понимаем, что только 9200 человек были на стационарном лечении, умершие именно в онкологических, хосписных койках, и практически 13,5 тысяч человек умерли на палеоативных взрослых койках. Тут анализ я, к сожалению, не могу вам дать. Но вот такая динамика с посещениями на дому. И посещение практически в два раза по сравнению с 2014 годом. То есть помощь на дому, амбулаторная помощь, она увеличилась в два раза. Я не говорю сейчас о качестве помощи, потому что мы работаем, по большому счету, большинство из этих выездных служб работает первый год. Поэтому мы все по умолчанию понимаем, что над качеством еще надо работать. Это в течение первого года наращивание должно только происходить, обучение, становление коллектива. Но в любом случае мы имеем данные о том, причем данные официальной статистики, представленные в Минздрав, о том, сколько выездов сделали на дом к пациентам. Вот такая динамика развития штатной численности. Вот, к сожалению, такая карта обеспеченности по стране. То есть ни один субъект не имеет достаточной обеспеченности в палеотивной помощи. Да что такое? И вопросы, что же должно обсуждаться в палеотивной помощи? Что же важно? Какие основные моменты мы должны, на какие обратить внимание? Очень надеюсь, что видно. Вот в центре это пациент, пациент, с которым рядом медицинская сестра, пациент, который улыбается, пациент, который явно болен, явно палеотивный. Но что вокруг него происходит? Что, собственно говоря, на что мы должны обратить внимание и каким образом этого пациента обслужить? Важным моментом, базовым моментом является проблема умирания этого человека. И в это понимание входит много чего. И где этот момент будет происходить? Дома или в реанимации, или в больнице, в коридоре, на приставной койке, где угодно. Где в машине скорой помощи по пути в реанимацию. Кто в этот момент будет происходить? Обученный врач, не обученный врач, заинтересованный врач, ласковая ли медсестра, сын ли дочь, любимый ли человек. Это волнует каждого человека, это важно. Что будет происходить в этот последний момент? Какие будут страдания и будут ли они вообще? Будет ли обезболивание, будут ли какие-то другие тягостные симптомы? Как это будет происходить? Это важный момент, который рисует каждый человек картинку. И, наверное, для качественного понимания рисует очень даже позитивную, хотелось бы. Вопрос о подготовке к этой смерти. Имеет ли право человек как-то реализовать свои пожелания и подготовиться к месту, где бы он хотел. 90% пациентов при анкетировании, большое исследование, американское исследование, говорят о том, что мы бы хотели уйти дома. Вот хотелось бы, если так будет, неизлечим онкологии, пожилой возраст, то есть это же не все вот сейчас. Хотелось бы, чтобы это происходило дома, в кругу семьи, спокойно, чисто, без боли. Но даже в очень неплохо развитой системе американской палиативной помощи только 80% пациентов умирают в стационаре в итоге. То есть реализовать возможность 90% дома практически нет возможности. В последние моменты люди или передумывают, потому что видят, что им сложно дома, или так система выстроена, что необходимо госпитализировать. Но вот такие соотношения, очень неопределяющие автономию и желание пациента. Важны практические навыки тех людей, которые будут ухаживать за пациентом. Как это будет со мной происходить? Будет ли это профессиональный человек? Каждый пациент и его родственники хотят, чтобы помощь оказывалась профессионально и максимально даже стоматология. Мы пытаемся попасть к хорошему стоматологу, гинекологу, травматологу, кому угодно. Наверное, к хорошему человеку, который будет сопровождать смерть, это бы тоже, наверное, хотелось бы. Но это тоже такая некая культура, которую хотелось бы, чтобы мы обсуждали и понимали, что это важно. Но вот как бы попасть к хорошему палиативному врачу, этого пока темы нет, но как бы попасть в хороший хоспис, это уже для нас понятно в тех субъектах, где хосписы есть. Важные психологические проблемы, которые возникают не только у пациента, но и его семьи. Даже в какой-то момент у его семьи значительно больше, чем у самого больного. Разные кризисы, семейные, психологические, юридические, финансовые. И в этот момент и семья, и пациент идут куда? Идут к нам, к медикам. И просто надо к этому быть готовым. Это не потому, что эта конкретно семья плохая, а просто потому, что так жизнь заставляет делать. И активный контроль заболевания, сопутствующие патологии, боль, тягостные симптомы – это ближе всего, что к пациенту. Это первый этап того, что мы должны сделать для качества жизни. Проконтролировать тягостные симптомы, оказать самую необходимую медицинскую помощь. Но обратите внимание, как этого мало для того, чтобы все в этой семье у этого пациента было как-то более-менее, как хотелось бы каждому из нас. Что происходит сейчас в Российской Федерации? Вот так у нас выглядит палеоативная помощь для онкологических больных. Ну, к сожалению. Хотя в ряде медицинских центров уже немножечко сдвигается эта история. То есть происходит акуративная помощь, онкологического пациента лечат до какого-то этапа, а потом вдруг раз, чаще в пятницу, в воскресенье, 2-31 декабря, вдруг решают, что все, уже нужен хоспис и нужна палеоативная помощь. И это происходит вот таким перебрасыванием через стеночку какую-то. Вот она, прям четкая линия происходит. Я вам хочу сказать, что много такие ведущие онкологические учреждения страны для себя решили, что им нужен врач по палеоативной помощи. Чаще всего это анестезиологи, которые ведут кабинет боли и которые консультируют пациента. Если мы сейчас услышим специалиста, мы понимаем, что вы же не только боль консультируете, уж точно все эти моменты с вами обсуждают. То есть вы взяли на себя роль, да, вам выделили роль специалиста по палеоативной помощи в вашем институте. И так сделали масса ведущих институтов, которые вот как-то пациенты более ориентированы. По-другому, по-другому, меньше напряженность у пациентов, лучше удовлетворенность. А вот то, к чему нам бы хотелось, чтобы мы пришли, это рекомендация Всемирной организации здравоохранения, которая говорит о том, что палеоативная помощь должна, вот она зелененькая внизу, она должна начинаться вместе со специализированным лечением. Вот если пациент страдает метастатическим раком, тягостными симптомами, его уже можно периодически, вот эти маленькие зелененькие квадратики, его можно периодически уже проконсультировать. Поговорить о питании, поговорить о какой-то психологической сложности, поговорить о, может быть, о смерти. Разве есть онкологический больной, который не думает о смерти? Ну, наверное, только в глубокой деменции, или с метастазами в головной мозг, или в инсульте, да? Все остальные-то думают о смерти, так же, как и его родственники. И этих вопросов очень много у наших пациентов. Как мы на них отвечаем, специалисты популятивной помощи на них должны ответить и могут ответить. И вот этот период траура – это тоже наша работа. Обратите внимание, зелененькая линейка про палиативную помощь, она доходит до траура. То есть вот эти нервные родственники, которые хотят еще с нами поговорить, это люди, которым еще нужна помощь. К этому пришла вся медицинская помощь палиативная, наши коллеги к этому пришли. Таким образом, вот такое современное представление. И именно так нам необходимо развиваться, именно в таком направлении работать. Я бы хотела вам представить верхнюю траекторию, то, как умирают онкологические больные. Чаще всего это пациенты, которые страдают неизлечимым заболеванием несколько лет, если оно неизлечимо, да, и финальный отрезок жизни, тот самый, когда через стеночку перебрасывают палиативного пациента в хоспис, он около двух месяцев. Мы сделали уже исследование российских хосписов, и тоже в среднем время наблюдения в хосписе 61 день, 60-61. То есть те самые два месяца, как во всех странах происходит. Но что происходит с пациентом в эту пологую часть, он не находится под наблюдением, но у него масса всяческих кризисных моментов, которые необходимо обсуждать. Я бы хотела вам представить рекомендации очень уважаемых, важных организаций. Вы внизу обратите внимание, СМС. Стандартизованные онкологические и палиативные помощи должны быть сразу предложены пациентам с метастатическими заболеваниями или с серьезной симптоматикой. То есть это рекомендации организаций очень уважаемых в онкологическом мире, правильно? Любой пациент, рак которого является метастатическим и не поддается лечению, должен быть проконсультирован палиативного пациента. Ему есть что сказать палиативному врачу, а палиативному врачу есть что услышать и есть что ему посоветовать. И основным фактором являются те пациенты, которые страдают сниженной активностью функциональной, и пациенты, у которых страдает вообще общее состояние. Взгляд на палиативную помощь специалистов-коллег наших с вами. Что такое палиативная помощь? Уменьшение симптоматики, улучшение качества жизни, большее удовлетворение от лечения, уменьшение зависимости пациента от ухаживающего, более раннее направление в хосписе, менее агрессивное лечение в конце жизни, отсутствие вреда для пациента, для осуществляющих уход лиц, если вы передадите на вредную службу, то на палиативную помощь это не вред пациенту, и снижение стоимости лечения, то есть заключение, которое мы имеем с вами. Причины для консультации специалистов по палиативной помощи, поводы для онколога, который может, должен отправить к специалисту по палиативной помощи. Есть интересный вопрос, который сейчас дискутабельный, но его активно говорят о нем иностранные специалисты. Вопрос на удивление для доктора, учитывая собственный опыт. Удивитесь ли вы, если этот ваш пациент уйдет в ближайший год, в течение ближайшего года? Удивитесь ли вы, если этот пациент умрет в ближайший год? Вы из своего опыта, вы знаете статистику, вы знаете выживаемость от вашего заболевания. Удивитесь ли вы? В каких-то моментах вы, наверное, не удивитесь и не ждете больше. Это один значок, первый флажок, когда нужно подумать о специалисте по палиативной помощи. Частая гастеризация, которая происходит у пациента при одних и тех же проявлениях заболевания. Сложность купирования каких-то симптомов, которые специалист не может провести. Резкое снижение функциональной активности статуса. Длительное пребывание пациента в реанимации более 7 дней. Повышенный уровень тревожности пациентов и членов их семей. Запрос на предоставление палиативной помощи или хосписа. Эти вещи тоже бывают. Пациенты иногда приходят к онкологу и просят дайте направление в хоспис. А онколог говорит, нет, еще рано, не надо, еще ни до что, вы не умираете, давайте поборемся. То есть вот эти моменты нужно учитывать и не отказывать людям, а объяснить. Критерии для госпитализации в отделении палиативной помощи в хосписы. Это сложная контролируемая симптоматика у пациента с выраженной болевой синдромом, не купирующийся в домашних условиях. Прогрессирующие заболевания при необходимости помощи. Присоединение других прогрессирующих хронических неизлечимых заболеваний на данный момент. Необходимость социальной передышки семье, когда уже все, вот ни у кого уже сил нет. Запущенные стадии заболевания у пациентов, находящихся в отделении реанимации, но не получающих специфическое лечение. Есть некое преимущество учреждений палиативной помощи. Конечно, это особый уровень помощи, другой. Контроль за выполнением клинических рекомендаций. Мы можем проконсультировать пациента, уйдем, будет ли он выполнять наш пациент, будет ли доктор назначать то, что мы порекомендуем. Удовлетворение запросов семьи пациента и, конечно, экономия средств. Я хотела бы проговорить некоторые моменты. Часто онкологи говорят, ну как я предложу палиатив? Что я скажу? Пациент отказался. Знаете, я предлагал, но вот семья сказала, нет, вы что, вы даже об этом не говорите. Знаете, есть несколько коммуникативных моментов, несколько фраз, которые мы просто с вами должны иметь в лексиконе. Мы должны понимать, что мы, когда строим разговор с пациентом, говоря о перспективе выписки, перевода на лечение, о рецидиве, о ремиссии, мы строим разговор по нескольким пунктам. Мы говорим о цели нашей помощи, мы говорим о том, как мы будем контролировать симптомы, о социальной какой-то поддержке. Обратите внимание, есть фразы, на которые семья пациента вероятнее ответит «да», если вы именно таким образом построите разговор. Если вы объясните семье и пациенту, что цель консультации у палиативного врача – это не смерть завтра в хосписе, текст должен так и звучать. Мы должны с вами проконсультироваться у врача по палиативной помощи, чтобы наилучшим образом достичь тех некоторых целей, которые вот у меня сейчас есть. Но мне нужна консультация специалистов из команды по палиативной помощи, потому что они эксперты в области контроля тягостных симптомов, в области вашей боли, в области вашей депрессии, в области вашего плохого питания, вы теряете вес, у вас тут неустойчивые какие-то физиологические отправления. И коллеги могут дополнить мою терапию своей терапией. Уже такой более подход, буквально этот текст. Эти люди помогут вашей семье справиться с какими-то сложностями, когда они вдруг у вас возникнут. Может быть, оформить инвалидность, может быть, помочь с какими-то средствами по уходу, может быть, помочь с получением лекарственных препаратов. Это для пациента всегда важно, потому что это помощь для семьи. Есть важный момент о том, что эти люди… Вы не передаете четко через стенку этого пациента. Вы хотите проконсультировать человек, который вам даст рекомендации. Мы обсудим с вами эти рекомендации. Мы не будем четко им следовать. Мы не будем завтра помирать. Я буду лечить вас специфически, но еще буду следовать рекомендациям врача по палеоативной помощи. Или мы будем следить за тем, как вас врач по палеоативной помощи будет лечить. И мы будем являться членами вот одной команды. Я буду с ним связываться. Я буду быть с ним на контакте. Не бойтесь. Если что, мы изменим эту коррекцию. Этот текст приемлем для любого человека. В принципе, если его говорить осторожно, аккуратно, поэтапно. То есть, пожалуйста, уважаемые онкологи, уважаемые коллеги, запомните те моменты, которые важны для пациента, чтобы не отрубить, не пустить в суицид или в окно, когда пациент говорит, все, конец, отправили в хоспис. Аккуратно дать им информацию о нас, ваших коллегах, которые тоже чаще всего являются онкологами на данный момент. Вот есть такое пособие улучшения палеоативной онкологической помощи. И основами его является общение, планируемое лечение, купирование симптомов, симптомы терапии, психологические аспекты и лечение умирающих. Вот, конечно, к сожалению, есть показиции, что онколог лечит пациента до какого-то момента, а дальше он совсем не его. И это всегда очень сложно, поверьте, воспринимается пациентами. Пациенту немножечко все равно, какой вы великий врач, но ему важно, чтобы он смог до вас дозвониться. Вот как-то так. Он обижается на вас, даже если вы сделали прекрасную терапию, но в какой-то момент вы его просто выставили за дверь, а выписку принесла медсестра, которую он даже не знает. Он на вас правда обижается. Он на вас потом, до конца дней, обижается. Не бойтесь этого разговора с ним. Поговорите о том, что вы готовы помогать, но вы, к сожалению, сейчас не можете оказать специфическую помощь. Онкологию вы сейчас лечить не можете, но вы очень сочувствуете, вы жалеете, что у вас не получилось излечить эту болезнь. Не бойтесь, эта фраза, она кажется рутинной и избитой, но пациенту важен очень простой текст. Я очень сожалею, я, к сожалению, не могу сейчас ничего вам сделать, но я готов вам помогать и вас консультировать. Я перезвоню вам, я готов выйти на связь. И часто, когда мы просто не берем трубку, это бывает, это вы знаете про эту ситуацию, она очень обижает наших пациентов, потому что вот вчера он был еще лечим, а в пятницу он вдруг стал нелечим. Обратите внимание, пожалуйста, на этих ваших пациентов и эту большую, очень сложную ситуацию. Исследование, которое подтверждает то, что раннее палеотивное лечение, присоединение раннего палеотивного лечения вот таким образом улучшает и процент выживания. Это рак легкого. Я бы хотела проговорить немножечко про боль, чуть-чуть вступлением, потому что дальше мои коллеги будут обсуждать эту тему. Сесилия Сандерс, основательница первого современного хосписа в Лондоне, очень уважаемая, очень знаковая фигура, основная фигура развития хосписного движения, палеотивного движения для специалистов, которые работают в палеотивной помощи. И она сделала несколько таких основных ключевых моментов для палеотивной помощи важными. Она вывела такое понятие «общая боль». Наверняка слышали, когда пациент говорит «болит все». Вот эта фраза, вот все говорят как будто на одном и том же языком. «Болит все». Во всех субъектах говорят одну и ту же фразу. «Болит все». Что значит «болит все»? Вот это общая боль. «Полный уход за человеком». Полный уход за человеком, не только за болью, но и за тягостными симптомами, и за пролежнем, и за ртом, и до последнего момента жизни. И прекрасная фраза, которая просто кочует из презентации, из презентации, из доклада, разных специалистов всех стран, которые говорят, повторяют фразу Сесилии Сандерс о том, что важно пациенту. Вы важны, потому что это вы. И вы важны до конца вашей жизни. Мы сделаем все, что можем, не только чтобы помочь вам спокойно умереть, но и жить, пока вы не умерли. То есть вот эта функция палеоативной помощи – помочь жить, пока вы не умерли. Вот понимание общей боли. И это не только физическая боль, социальная боль, психологическая боль, личностная боль. И часто этот субъективный признак или субъективная жалоба – боль, она складывается из ряда факторов. Даже посетил ли сегодня родственник этого пациента или нет, и уже больше болит. Вот такая оценка распространенности боли у онкологических пациентов по разным данным. Но в среднем до 80% онкологических пациентов страдают болью и нуждаются в обезболивании. По количеству потребления наркотических препаратов Российская Федерация занимает 38 место в Европе из 42 и 82 место в мире. Это тоже на 2013 год. То есть мы не говорим сейчас о том росте, который за 2014-2015 год произошел. Мы практически все в стране за 2015 год съели, по-другому не хочется сказать, весь тот годовой запас, который в прошлом году был применен для пациентов. Значит, в два раза больше. Мало, очень мало, но больше в два раза. Соответственно, по расчетам 2013 года 183 тысячи человек, умерших от онкологии, не получили обезболивания. И вот это 82-е место России в рейтинге стран по количеству потребления наркотических препаратов в миллиграммах на душу населения. То есть вот мы там на 82-м месте. И вот 18-й среди стран бывших республик СССР. Вот что было у нас до буквально 2014 года. Длительность получения рецепта у нас была от 3 часов до 3 суток. Длительность рецепта 5 дней. Вот эти квадратики – это все то, что должны были пройти родственники. Вот эти капризные, чего-то хотящие, вот такие вот уже надоедающие под дверьми родственниками. Они просто все вот эти кабинетики прошли. И вот к концу кабинетика, вот где-то они тут на шестом, на седьмом уже просто озверели. Поэтому вот эти все квадратики, они… И потом их надо было снова пройти. Как только заканчивается это дело, снова надо было их пройти, эти все квадратики. Поэтому, соответственно, учитывая, что эти еще люди условно адекватны, как специалисты популятивной помощи говорят, то есть мы понимаем, что родственники часто сами болеют очень сильно психическим расстройством. И учитывая вот это количество кабинетов и еще дома лежащего больного, они уже, конечно, в большом стрессе. И мы тоже. Вот мне бы хотелось все-таки озвучить этих двух легендарных людей. Наверное, уже мы просто заездили эти имена, но не хотелось бы, чтобы они пропадали в истории. Алевтина Петровна Хореняк, доктор в Красноярске. Вот совершенно вот такая. Она до сих пор работает на участке, всю свою жизнь работает на участке терапевтом. И удивительное дело, она, благодаря общественному давлению, Алевтина Петровна была оправдана в зале суда после двух лет судебного разбирательства. Вы помните, это неправильная выписка трамала. Всего лишь трамала. Неправильная выписка пациента, который онкологически скончался. Но техническая невыписка была препарата. Так вот, Алевтина Петровна была оправдана. Весь мир встал в ее защиту. И более того, Алевтина Петровна ровно через год еще и победила. Она попросила миллион за свои эмоциональные переживания. Ей было выплачено. Я не помню точно сумму. Не помните? В общем, ей выплатили деньги. Наверное, не миллион, но такой серьезный шаг. Это важно. Она смогла это провернуть. Причем юристом ее был просто сосед по подъезду на этаж ниже ее живущий, который преподавал на кафедре юриспруденции в Красноярском университете. Вот такие простые русские люди. И контрадмирал Апанасенко. Собственно говоря, федеральный закон 501. Он имел такое рабочее название закона Апанасенко, закон Герасименко. Потому что именно в Герасименко в Единой России был представлен. Вот в марте 2014 года контрадмирал покончил с собой выстрелом из табельного оружия. И сейчас после этого каждый онколог или каждый терапевт... Потом пошла масса каких-то вещей, и СМИ были очень внимательно относились к суицидам у пациентов. И даже анализировали, есть ли там онкологические больные. И сейчас, мне кажется, у каждого терапевта страх ночной, что кто-то из пациентов выйдет в окно. Я не знаю, как другие поликлиники, московские поликлиники все этого боятся. Сделаю все, что угодно, только чтобы, не дай бог, ни это не случилось. Потому что действительно это такое резонансное событие было. Плюс еще, конечно, с этой достаточно серьезной запиской, которая... С запиской, которая попросила вот таким образом моей смерти, прошу винить правительство и Минздрав. То есть был болевой синдром, была поджелудочная железа, которая полтора года болела. То есть мы с вами имеем достаточно серьезные расстройства. Если говорить о физиологии боли. И само его самоубийство, конечно, внесло и дальше работа многих людей, экспертов, некоммерческих организаций, СМИ, просто людей инициативных, докторов. Привела к тому, что произошли большие нормативно-правовые изменения в законодательстве. Конечно, 501-й федеральный закон, который увеличил срок действия рецепта, который запретил требовать обратно использованные ампулы, который новый принцип государственной политики ввел в сфере оборот наркотических средств, который звучит таким образом обеспечение доступности в обезболивающих наркотических средств нуждающихся больных. У нас сейчас упражнены требования к перевозке. У нас предоставлено право отпуска наркотических препаратов любым медицинским работникам. Единственное, что этот список должен определить главный врач. Вот как главный врач определит, может быть, одного опять, как раньше, но право дано всем. Запрет требует первичной упаковки, расширенное количество лиц, имеющих право получить рецепты, и дано право выдавать при выписке из больницы пациенту рецепт или препарат. Ну, с препаратами сложно, но рецепт. И мы с вами видим о том, что за прошлый год появились медицинские организации в стране, которые пользуются этим правом. И о том, что еще упрощено право выписки трансдермальных препаратов на травмаловском графике, рецепте. Конечно, нам еще много чего нужно сделать, но нужно сделать, чтобы страдающий человек смог своевременно, в полном объеме получить профессиональную, качественную помощь. У нас другого нет пути. Люди страдают, и мы с вами можем им помочь. И в нашей работе при взаимодействии с онкологами важно вовремя передать, вовремя найти этого пациента, и главное, не отказать ему в помощи. Уважаемые коллеги, спасибо огромное вам за внимание. Я думаю, что у нас все получится. Спасибо. Спасибо большое, Диана Владимировна. Я думаю, что у нас, наверное, вопрос... Фотография первого московского хосписа. Я просто так... А, да-да-да, да-да-да. А я пока немножко сопровождаю выступление ваше. Конечно, задачи стоят перед нами очень сложные. Нельзя сказать, что у нас палеоативная медицина не развивается. Но у нас развивается она в онкологии, и здесь четко прослеживается программа нашего развития на будущие годы. Да, тяжело, уважаемые коллеги, но мы занимаемся этой проблемой, понимаем, насколько это тяжело. Но мы этим занимаемся, занимались и будем заниматься. И удачи нам во всем. Продолжение следует...